Кто победит в заезде? Новенький Mercedes-AMG GT 63 Coupé или же Audi R8 V10 GT? А может, это будет Porsche 911 Turbo S? Ответ мы получим лишь после серии заездов на 400 метров. Я Мэтт Уотсон, и вы смотрите Carvao. Начну со своего AMG GT 63. У него 4-литровый V8 с двойным турбонадуром, что выдает 585 л.с. и 800 ньютон-метров момента. Тут полные приводы, 9-ступенчатая КПП, с многодисковым сцеплением и лаунч-контролем. Однако, этот автомобиль слишком уж тяжелый. Его вес составляет 2,1 тонны. К слову, и цена подстать — 165 тысяч фунтов. Следующая машина — это R8, за рулем которой Сэм, мудрый и ужасный. Привет, Сэм, как дела? Хорошо, а у тебя? Ну, тоже неплохо. Сижу вот в новеньком Мерседесе, и... Мне кажется, что твой автомобиль для пенсионеров я уделаю с легкостью. Извините. Возможно, это так. Я вот сижу в R8 GT Mark II. От урбонадуви тут даже не слышали, хотя модель новая. Тут стоит атмосферный двигатель V10 на 5,2 литра, выдающий 620 лошадок. 565 ньютон-метров момента, и, к сожалению, она заднеприводная. Это еще аукница. Тут семиступенчатая КПП, весит полторы тонны, а стоит всего-то... Каких-то 100 тысяч фунтов. Ого. Я не нашла. Извини, со мной тут автомобиль решил поговорить. Простите. Мне кажется, я не поняла вас. Не могли бы вы повторить свой запрос? Кажется, я рано начал радоваться, ведь твой задний привод спокойно выдаст то же, что и мой полный. К тому же, часть мощности ты можешь перевести на другую ось. О, Мэйд, это было так мило. Но мне кажется, ты забыл о молнии Маквин, что уже готова порвать нас в клочья. Ну что ж, Яни, расскажи нам о своем любимом автомобиле. Он ведь быстрый и прост в управлении, так ведь? Я обожаю эту машину. А ты не ошибся, Сэм. Твой аппарат так-то 200 штук стоит. Такое случается со всеми, но благодаря твоему телесуфлеру я узнал, что моя Ауди стоит чуть больше 200 тысяч фунтов. Твоя машина не шляг, а я сегодня в Порше, у которого под капотом стоит 3,8-литровый 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонадомом. 650 лошадок, 800 ньютон-метров момента, 8-ступенчатая, КПП и 1640 килограмм веса. Стоит всего-то 180 штук. Стоп, погодите-ка. То есть я сегодня в самой дешевой, самой тяжелой и маломощной машине? Я заранее ищу себе оправдания. Все по заветам Сэма. Горжусь тобой. Надеюсь, что тут мне оправдываться не придется. Проверка звучания. АМГ собаку съели на работе над выхлопом. Даже несмотря на ограничитель... Я звучу более чем неплохо. А вот ты сам явно будешь звучать ужасно. Давай уже заводи свою R8. Что-то это не звучит, как V10. А попробуй завести машину с лаунч-контролем. Просто активируй его и давай еще раз. Да. В этом вопросе Порше всегда первый с конца. Знаешь, скажу так. И твой движок сосет в этом вопросе, но мой не дальше ушел. Да, звучит как пылесос, в котором что-то застряло. Ага. Или как блюющий котенок. Ну что ж, не будем терять времени. Пора погонять. Три, два, один. Ну ничего себе. Нет уж, Мерседес, ты не проиграешь с позором. Чёртов я, не обгоняет меня. Гони давай. Ну ладно, Янь, ну еще и Сэм меня догоняет и обгоняет. Да что ж сегодня за день такой? Давай. Ну, начал я великолепно. А потом, видимо, моя скорость была лишь иллюзией обмана. Но самое страшное случилось позже. Сначала Порше промчался ими у меня, а затем и Ауди пронеслась стрелой. Скажу честно, я такого не ожидал. Ведь первый метр в пятьдесят я просто пытался не врезаться в тебя, а потом... Я погнать вообще-то смог. Я слышал скрип твоих колёс. Порой Порше начинает заезд, словно это рекламный ролик, а порой нет. Скажи, Яни, как тебе этот заезд? Мне показалось на старте, что у тебя были какие-то проблемы. Было такое, но на результате не сказалось. А вот влево меня малость заносила. Но эта машина всё ещё прекрасна, спору нет. Может, до двух побед покатаем парня? Вдруг я тоже выиграю разок. Унести меня как следует. Меня дважды просить не надо. Я знал, что это сработает. Я понимаю, что даже начать заезд лучше я вряд ли смогу, но... Попытка не пытка, так ведь? Три... Два... Один... О, я смог. Этому Порше всё нипочём. Ей, давай! Не подведи Мерседес! Нет! Ну, нет! На этот раз я не ты начал ещё пуже, чем в прошлый раз. Разрыв между нами был больше, но ты всё равно обогнал меня. Это очень странно. Мне показалось, будто бы есть задержка где-то в полсекунды на старте. Но я всё ещё тебя уделал. Сэм, ты просто мой герой. Ты так сражался за второе место. Ну не может же она просто ехать вперёд! Сэм, ты молодец. Во второй раз ты начал заезд куда лучше меня. Мои поздравления. В прошлый раз ты не так быстро догнал меня. На этот раз у тебя было больше прокрута колёса, а у меня меньше. Да, и начал ты хорошо. Мне кажется, что проблема в этом. В общем, я хочу попробовать ещё кое-что в наш последний заезд. Вдруг даже выиграть смогу. Может, ты тогда сам всё проверишь? Прокатись, а мы посмотрим. Я думаю, так будет лучше. Мэтт, кажется, он поехал ещё медленней. Ну так что, Сэм, попробуешь начать заезд по-новому или оставишь всё как есть? Твоё двойное сцепление, кажется, на пользу не пойдёт. Соглашусь. Этой машине явно нужен другой подход. Мне кажется, что и задержка возникает именно из-за этого. Так что оставим лаунч-контроль, я его не буду трогать. В общем, мы с тобой на втором месте, а Яни, как обычно, лидер заезда. Может, Яни тоже сможет начать заезд идеально? А? Ну, почему бы и нет? Тогда мы бы начали заезд, словно форсажа какого-нибудь. Ну да ладно. Ну почему я не умею затыкаться вовремя? Ну что ж, Сэм, удачи. И тебе, Сквайр. Пока-пока, Яни. Постойте, парни, постойте. Теперь я тут оператор. Я хочу снять наш заезд. Подожди минуту. Ща. Три, два, один. Ой-ой. Вот это да. Кажется, Яни наконец-то смог начать заезд идеально. Брось простого. Ну же! Ну же! Гони, гони! Нет! 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 Для начала, Яни, ты был просто превосходен. Идеально начал. Ты был просто шикарен. Как говорится, проехал на все деньги. Это был идеальный заезд. Но настоящий герой тут Сэм. Я и обернуться не успел. Как ты уже промчался мимо меня, просто как стрела. Я просто проводил тебя взглядом. Да, мне достаточно быстро удалось сократить разрыв. Да, такие дела. Но не стоит забывать о факте того, что моя машина очень тяжелая. Даже И-63 при всех своих минусах. Она менее мощная и куда тяжелее. Однако ее результат не сильно отличается от сегодняшних. Так кто же в итоге победил? Ну, разумеется, это был Порше, который прошел дистанцию в 400 метров за 10,4 секунды. Ауди потребовалось 11,1 секунды, а Мерседесу чуть больше 11,2 секунды. Хотите продать свою машину легко, быстро и по хорошей цене? Тогда переходите на Карвау, где вас уже ждет более 4000 доверенных продавцов на нашем онлайн-аукционе. Для начала подтвердите, что именно вы являетесь владельцем автомобиля. Далее расскажите нам о нем побольше. Загрузите несколько его фотографий. Ну, а мы в свою очередь поможем вам определиться со стартовой ценой. И больше от вас ничего не потребуется. Сразу после этого ваша машина станет лотом на нашем аукционе. А по его окончанию вы узнаете о результатах. А покупатель получит свой лот без переплат и с бесплатной доставкой. 93% пользователей подтвердили, что именно на Карвау они продали свою машину по лучшей цене. А самое лучшее то, что наш сервис абсолютно бесплатен. Я оставлю ссылку в описании и закрепленном комментарии, чтобы вы могли попасть на Карвау. Чтобы вы сами убедились в моих словах. А еще вы можете попасть на Карвау при помощи подсказки, что так удачно появилось сейчас на ваших экранах. Или же загуглите «Помоги мне, Карвау!» И мы поможем вам продать машину быстро, легко и по хорошей цене. Продолжим заезды. Пришло время заезда со стартовой скоростью 80 км в час в обычном режиме и в режиме автоматического переключения передач. Три, два, один, погнали. Ну же, не подведи меня. Вперед! А, ну же, Сэм, прояви себя! Это было знаменитое замедление Мерседеса при переключении передач. А вот это было неплохо. Догони ты! А они там еще соревнуются за первое место. Я просто плелся в хвосте. Больше ничего. Этот заезд на самом деле дал мне редкую возможность рассмотреть задние бамперы ваших машин. И скажу честно, Ауди мне понравилось гораздо больше. Согласен с тобой на все сто процентов, дружище. Когда мы с Сэмом пересеклись взглядами, это было как в кино, а потом я просто умчался к финишу. Сэм, тебя уделал турбонадув. Все дело в этом. Да, все так и было. В один момент я просто отстал от него, а он взял да победил. Мне сразу вспомнился Симба с Налой. Мы выглядели так же. Как по мне, то внешне круче всех выглядит с Ауди. Затем Мерседес, а Порше тут первый с конца. Да уж, Порше давно стоило обновить дизайн. Они с 1964 дизайн не меняли. А про свой автомобиль могу так сказать. Как будто 17-летняя школьница, что собралась на вечеринку. Это явно не ежедневный наряд. Знаешь, Сэм, а я бы посмотрел на тебя в вечернем платье. Думаю, тебе бы пошло. Но мне тоже нравится спойлер у Ауди. Ну что, прокатимся еще? Яни, на этот раз я точно тебя обгоню. Сто процентов. Неа. Кажется, они уже и забыли обо мне. Им так весело вдвоем. Поедем в режиме спорт в режиме ручного переключения передач. Уже не маленькие, с передачами разберемся. Поедем на третий. Три, два, один, погнали. О, нет. Я снова сзади. Разрыв все увеличивается. Поет о своей нелегкой судьбе. Продолжает петь о своей нелегкой судьбе. Не переживайте, это был первый и последний раз. Больше петь не буду. Что-то я разницы не почувствовал. Опять победа за Порше. Да. Не-не-не-не. К слову, я еще не обкатал свою Ривэлта на этой трассе. И не смею вспоминать тот позор. Ты ничего не видел. Ты что, хочешь еще и Ривэлту свою сюда пригнать ради нашего заезда? Ты к этому клонишь, или что? Не сегодня, дорогая. Я всего-то 800 километров на ней проехал. Я не ошибусь, как Тоби, не надейся. Мне окажется, что сколько бы ты на ней не проехал, никакой опыт тебе не поможет уделать SF90. Это мы еще посмотрим, дружище. Еще посмотрим. Не думай, что одними лошадками сможешь победить. Дабы убедиться, что вы не пропустите наш «Я не заезд», а он будет скоро, поверьте. Вам лучше подписаться на этот канал и про колокольчик не забыть, чтобы узнать...